добрый день друзья и подписчики канала канала земледелие с вами значит и идет дело уже к зиме снял я насос с опрыскивателя с нашего 10-метрового которым я работал те ада кто смотрит канал видели что я уже приобрел себе другой опрыскиватель 22 метра ну а этот опрыскиватель для картошки мы его восстановим так причина по которой его снял значит начали начал качать импульсами то есть такое впечатление что и либо диафрагма 1 не работает либо что-то попало под клапана лапана здесь здесь сейчас буду разбирать его значит почему я решу на клапана потому что я его уже разбирал если попала если плотнула диафрагма не качала значит бы раствор бы шел бы суда внутрь в маслах но масло как видите абсолютно чистенькая то есть не пенится ничего значите большей долей вероятности того что диафрагмы нормальная то есть или какой-то клапан вышел из строя тут четыре штуки два верху два внизу ну сейчас я разберу и покажу вам чем причина так ну вот разобрали мы достали клапана значит и вот как говорил что-то под клапаном видно да это вот на одном из клапанов он не держит вообще нет вакуума и гоняет туда-сюда вообще мне сейчас я полностью разберу клапана промываю и покажу диафрагмы сидят плотно это все не снимается то есть снять не можем диафрагмы я считаю я наверное не буду их снимать потому что я уже повторюсь масло нормальное без воды вот немножко даже вылилась трансмиссия сейчас сейчас я буду вообще наверно сумму для контроля диафрагмы есть запасе слечу поменяем так но ты разобрала вернее прочистил я убрал смазку которая попала у нас на диафрагму почистил сейчас буду собирать вернее клапана сейчас еще разберу посмотрю ночью диафрагмы целые обои это это так и говорил вся причина в клапанах сейчас пойду клапана перемою перечищу и буду я собирать обратно до получалось это один клапан этот не держал и получается один поршень у нас занял туда-сюда то есть работал ну половину силы всего потому-то ей давление не мог поднять больше трех с половиной очей на опрыскиватели так вот моем и клапана значит прилегающая рабочая поверхность всасывание выброс от это вот атака сейчас мы моем разобрали вот а так вот состоит наш клапан так сами пожалуйста от этот клапанов мы набрали водички вот он уже две минутки да он пропускает вот посмотрите как он капает то есть одна капля где-то через 10 секунд ну это нормально сейчас мы моем эти значит таким образом мы сейчас будем мыть все клапана абсолютно все протирать смотреть вот он поврежден как мы попробуем его если не получится значит будем что-то думать да поврежден клапан вот цепляет пружиночка так чем сделали по промывали мы клапана друзья значит хорошо что у меня есть такой набор я ни разу не пожалел что его выписал любые диаметры скажем так которые востребованы резиночки вот они сюда значит вот мы новенькую поставили и по толщине она подходит все почему потому что эта резиночка она лопнутая была возможно из-за этого тоже пропускала всего сейчас мы собираем насос нет вот еще вымыли шампунью вот и будем собирать насос клапана пересмотрели перетерли всего осталось крышки по подготовить и можно уже собирать насос так друзья предстоит нам сейчас последний штрих залить масло очень противно у него заливать масло значит тоненькой струечкой а так вот льем под собственным весом опускается гидропуль как мы зальем и попробуем значит у нас тут было вы все на видео видели один клапан попала под один клапан что-то вязкое такое друзья пришлось отдирать и другой клапан был не знаю как так могло быть распотрошился сам клапан вроде где-то какая-то что-то попало было и то ли камушек то ли чё вы видели этом показывал значит заусенится от этого из-за этого он у нас работал одной скажем так и одна диафрагма сейчас мы зальем масло и крутнем попробуем при вас значит я сразу наперед скажу предварительно крутил рукой еще без масла он уже слышно клапана работает насос хрюкает раз хрюкает значит качать будет сейчас мы зальем масло я вам покажу так друзья ну залили мы масло так сожалению у нас а такая вот пробочка потому что обломилась сейчас мы отвертка и и шилом туда запрессуем а то так вот сейчас мы пробуем давай подставляется так будет сейчас хрюкает телефон подставлять хрюкает но слабоватенько ну клапана новые стоят ну слышно аж вал возвращается аж слышно ну слабоватенько хрюкает но он разработается ну все на этом прекращаем обзор будет до весны весной покажем как он работает и и и